Большинство этих малых признаков уже осуществились. Об одном из таких признаков сообщается в известном хадисе, который приводится у Бухари и Муслима. Со слов Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. В один из дней, когда мы были рядом с посланником, да благословит его Аллах и приветствует, неожиданно пришел человек в необычайно белой одежде, цвет волос его был абсолютно черным, он не был похож на путника, никто из нас не знал его. Хадис длинный. В конце хадиса сообщается, что этот незнакомец спросил посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о конце света. Посланник ответил, тот, кого спрашивают, знает об этом не больше спрашивающего. Тогда сообщи мне о его признаках. Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, нагих и нищих пастухов овец, соревнующимися в строительстве высоких зданий. Первый признак — рабыня родит свою госпожу. Как это? Рабыня, понятно, кто это? Госпожа — хозяйка. То есть ты увидишь, как маленькая девочка будет не слушаться свою мать, отдавать ей приказы, бунтовать против матери, и тебе, как стороннему наблюдателю, будет казаться, что маленькая девочка является хозяйкой дома, а родившая ее мать приходится ей рабыней. То есть в хадисе говорится о непослушании родителям и распаде семьи. Второй признак — ты увидишь босых, нагих и нищих пастухов овец, соревнующимися в строительстве высоких зданий. Здесь все понятно, нет нужды в пояснениях. Обратите внимание на фразу «соревнующимися в строительстве высоких зданий». Как известно из истории развития инженерной деятельности и архитектуры, цивилизации прошлого были знакомы со множеством технологий строительства. Инженерия — дело древнее, но в прошлом архитектура зданий в целом, какой бы роскошной она ни была, имела горизонтальную направленность, а не вертикальную. Если посмотреть на старые дворцы, то можно увидеть, что они занимают большую площадь по горизонтали, но они не были высокими. То есть в прошлом люди не строили высоких зданий. Но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что это будет, и что появление таких зданий будет одним из признаков конца света. А еще одном малом признаке приближения конца света сообщается в хадисе от Абу Хурейры. Он приводится у муслима. Есть несколько версий данного хадиса, они похожие. В одной из таких версий приводится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Две категории людей из моей уммы, которые я еще не видел. Мужчины, которые держат в руках кнуты, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими людей. А также женщины, одетые, но в то же время обнаженные, склоняющие к себе посторонних мужчин и склоняющиеся к посторонним мужчинам, их головы похожи на наклонившиеся верблюжьи горбы. Они не войдут в рай и не почувствуют его аромата, и поистине запах рая полноценно ощущается на расстоянии столько-то лет пути». Обратите внимание, какое точное описание дает посланник. Да благословит его Аллах и приветствует. Если бы кто-то захотел описать женщин нашего времени, которые выставляют на показ свою красоту, то не смог бы описать их, видя их при этом собственными глазами, так же красноречиво, как это сделал посланник Аллаха. Женщины одетые, но в то же время обнаженные. Если скажешь «одетые», будешь прав. А если скажешь «обнаженные», тоже будешь прав. Склоняющие к себе посторонних мужчин и склоняющиеся к посторонним мужчинам. Их головы похожи на наклонившиеся верблюжьи горбы. Было такое время, когда у нас, да и вообще во всем мире, женщины носили прически в точности повторяющие описания, данные им пророком Мухаммадом. Еще один признак конца света. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Люди будут читать Коран, но он не будет опускаться ниже их гортани. Они будут выходить из религии со скоростью стрелы, выпущенной из лука». Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Когда распространятся волнения, жди конца света». Что такое волнение? Смуты. Смуты, которые заканчиваются кровопролитием. При этом убийца не знает, за что убил, а убитый, за что его лишили жизни. Эти признаки мы называем малыми, потому что если мусульманин, соблюдающий ислам, не получил информацию об этих хадисах, это никак не навредит его вере, иману. Потому что это хадисы Ахад, не достигшие степени мутаватер. Поэтому не все люди могут их знать. Однако в своей совокупности, вместе взятые, они достигают степени мутаватер Аль-Манови. Субтитры создавал DimaTorzok